Полностью Петриковский горно-обогачальный комплекс повинен быть сзади на эксплуатацию в 2021 годе. Приблизный кост проекту – 1,5 миллиарда долларов. Зараз тут завешены все подректовочные работы для будовинства основных объектов. Реализацию этого инвест-проекта Акционерное товариство «Беларусь-Калий» ожитивляя в ответственности с указом президента Беларуси. В 2012-м началась распроцовка документации, и еще празд год приступили до будовинства монтажных работ. Это место для нового предприемства «Абрана-Невыпадкова» сгодно с започными оценками под Петриковым находится около 2 миллиарда 200 миллионов тонн колейных солев. Этих запасов повинно хопить больше на 100 годов активных добычей. Объект этот отличается своей масштабностью, потому что мы строили только объекты рудников, то есть предприятия по добыче руды. А сейчас уже замахнулись на такой объект – это строительство горно-обогатительного комбината, где кроме рудников будет находиться обогатительная фабрика. Проходка шахтных стволов – это по сути пеший крок по сдобыче калийных солев. В Акционерном товаристве трест шахт «Спецбуд», якое занимается этими работами, кажуть, что перед початком проходки пришлось заморозить воду на глубине больше 200 метров, иначе шахту просто затопить. Это одна засобливость у белорусской земли – у нее нет ракшмат воды, а простыми будут и дальнейшие работы. Сейчас вот здесь пошел мылец, он полегче, ну а там пойдет все как обычно – и доломиты, и песчаники, и очень сложные породы, твердая, большая крепость. То есть будем идти разрывным способом, достаточно все трудоемко. Как чекается, как пройти шахту глубиной у 800 метров, в миновито тут будет добываться калийная соль, спотребится каля двух годов. У Вогули первая черга Петриковского горно-обогачального комбината повинна почать работу с нижней 2019-го. При этом на предприемстве будут выкористовываться только самые сучастные технологии, распространенные в Беларуси, и они дозволяют повеличить с добычу корыстных выкопнений до 85%, удвоя больше, чем было еще в 10-ти годе тому, что свою чергу отобьется на объемах белорусского экспорта калийных удобрений. Петриковское месторождение калийных солей – это самое перспективное месторождение, которое позволит не только поддержать рудную базу Беларусь-Калия, но и позволит Республике Беларусь успешно конкурировать и увеличивать свои мощности на калийном рынке в мире. И если мы действительно строили Краснослободский, Березовский рудник для поддержания существующих мощностей, то Петриковский рудник, горно-обогачальный комбинат – это наша перспектива. Для Коминской области будовництво Петриковского горно-обогачального комбината еще одна мощность развития территории. Уже зараз у Петрикове началось будовництво жилья для работников предприемства, запланованы новые дороги и объекты социальной сферы. Для потреб региона можно будет выкористовывать и иншую инфраструктуру комбината. Вот будет, например, строительство трансформаторной постанции. Оно не только предусматривает для предприятия, но предусматривает в целом для региона Петриковского, Житковицкого, Калинковицкого. Олег Сентюров, Владимир Игапаньков, Телерадо, компания «Гоминь», Петриковский район.